Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Александр. И сегодня я хочу с вами поговорить и показать вам колясочку, которая сейчас есть в ассортименте магазина. Первая коляска, кстати, 11 магазинов в России, друзья. Поэтому приезжайте с детьми, меряйте, покупайте магазин вот такой. Вот, сейчас мы с вами поговорим о коляске от компании JANE. Rocket Pro называется колясочка. Как вы видите, это коляска для путешествий, компактная, складывается компактно, да и сама очень компактненькая, маневренная. Вот, и, кстати, очень хорошее соотношение цена-качество. Вот то, что я обычно в резюме говорю, вот сразу хочу сказать, прям вот очень классная коляска за эти деньги, которые сейчас она предлагается. Тем более, акция сейчас идет, сейчас, кстати, август 22-го, если что, сейчас идет. Не знаю, когда будет, будете смотреть, будет ли акция. Но частенько акции, поэтому, друзья, следите. Вот, сверху вниз пойдем изучать. В начале технической характеристики чуть-чуть расскажу. Это Испания, если что. Производитель дает, кстати, такая жирная, такой плюс этой колясочке. Это два года. И минус 8,5 килограмма она весит. Это один из немногих недостатков, которые у нее есть. Это 8,5 килограмм. Но, в принципе, терпимо, можно с этим жить. Так, 125-175 у нас положение спиночки. С 6 месяцев до 4-5 лет. 49, кстати, сантиметров колесная база, ширина. И 22 килограмма выдерживает вес ребенка колясочка. Смотрите. Что касается ручки. Ручка по высоте не регулируется. У меня от 186 сантиметров, как недавно узнал, 187 сантиметров рост. Вот. Ручка вот такой высоты. Проецируйте там плюс-минус, как она вам. Кстати, высоту от пола до ручки. Все вот эти технические точные характеристики по ссылке внизу в описании пройдите, посмотрите. В общем, у меня большинство ручек нормально, поэтому вот смотрите. Как-то так. Единственное, тонковата немножечко ручка. Найкокожая бита, конечно, все классно. Но чуть бы ее толще, было бы супер. Вот. Козырек у нас достаточно большой. Ткани, кстати, которые используются здесь. Это очень проверены годами ткани, которые сносостойкие. Ее не порвешь, ничего с ней не происходит. В общем, с годами все, как товарный вид у нее новый был, такой останется. Если запачкать, то только простернуть. В общем, козырек вот так вот у нас из двух секций. Но есть еще вот такой прикольный момент у нас в сеточке, есть в козырьке, есть еще вот такая сеточка. Это не москитка, это дополнительная сеточка от солнца, заявляет производитель. Ну вот я сначала думал, странная какая-то, странная москитка. Но нет, почитала, это оказывается от солнца. Ну, в принципе, это работает, тут ничего не поспоришь. Вот, в общем, вот такой момент здесь имеется. Прячется это все у нас здесь, в этом же козырьке, в специальном кармашке, под замочком. Все вот так вот убираем. Все быстро, четко. В общем, хорошо, что есть. Мне было бы и не вспомнили, но как факт, почему бы и не пользоваться. Так, еще такой плюс этой колясочки, у нее очень высокая спинка. Спинка для очень рослых детей вполне себе хорошо подойдет. В общем, все окей. И что мне еще понравилось, она мягкая. И сиденье, в смысле, мягкое, и спинка, много наполнителя, комфортно. Пятиточные ремни, само собой. На паховой зоне, кстати, нет мягкой накладки, на плечевой есть. Бампер здесь, как калиточка, не откидывается, он только снимается. Поэтому тоже такой маленький момент, который бы хотелось, чтобы она откидывалась в сторонку. Удобнее так сажать детей. Подножка у нас регулируется. Тоже с тканью, которую легко чистить, не рвется. Все хорошо. В общем, с этим разобрались. Что касается спинки. У нас здесь два ремешка. Красный ремешок мы тянем, чтобы опустить ее вниз. Здесь, кстати, есть кармашек сверху, если что. Вот эту часть можно откинуть. Если что. И, соответственно, если где-то под пальмой, там, в жарких странах положите ребенка поспать, можно легко все это проветрить. Без проблем. Вот. В общем, с этим с вами разобрались. Давайте теперь посмотрим на основание, что оно из себя представляет. У нас очень качественная сборка. Коляска собрана очень круто. Толстый, реально толстый, хороший металл. Ну и вес вы видели. Колеса полиуретановые. Тормоз здесь классный. Оба раза и тормозим, и опускаем с тормоза, сверху нажимаем. И большой багажник, но не с очень большим доступом. Багажник хороший, но доступ слабенький. Много мелочевки можно накидать. Но ничего крупного. Так. И, соответственно, давайте посмотрим, как она складывается. Нам же это важно в таких колясочках. Нажимаем кнопочки и опускаем вот таким вот образом. Вот. Что еще надо для путешествия? Чтобы была компактная, маленькая, куда-то там под сиденье закинули. В общем, чтобы много места не занимало и вас не обременяло. Вот, пожалуйста, с этим все хорошо. Подытожим. Кстати, по-моему, дождевик был в комплекте, если не ошибаюсь. Да, фирменный дождевик будет в комплекте. Транспортировочную сумку я рекомендую приобрести отдельно. В первой коляске они тоже продаются. Ссылку, если не забуду, попробую добавить ее в описании. Транспортировочная сумка прям очень удобная вещь. Чтобы не портить ее, не пачкать. В общем, подытожу. Как я вначале сказал, цена-качество. Очень крутое соотношение. Вообще вот претензий нет. Она чувствуется таким мощным. Такая конструкция монолитная. Ну и 8,5 кг, наверное, это тоже дают. Вот. Из недостатка вот ручка тонковата. Но это чисто мое мнение. Вот. И бампер, как калисточка, не откидывается. В остальном же, друзья, претензий у меня нет. В нынешних реалиях у нее очень хорошая цена. Сейчас, напоминаю, идет акция. Пройдите по ссылке, посмотрите. Вот. Собственно, и все. Добавить мне больше нечего. Кстати, момент все-таки есть. Покажу. Это амортизация. Ее огромный плюс. Это плавность хода. У нее очень мягкая амортизация. Жаль, что в самом начале не сказал. Но вот. Огромный-огромный. Ее преимущество перед ей подобными колясками. Потому что она очень плавный ход имеет. И тихо едет. Вот. Собственно, и все. Выбор строить, как всегда, вам совим. А я лишь хочу порекомендовать вам сделать этот выбор правильным. Удачным для вас. И если это видео вам понравилось, поставьте свой лайк. Подписывайтесь на канал. И удачи. Пока.